Продолжение следует... Сегодня проект Экрэйд находится в Одинцовском районе. Здесь происходит слив воды в Москва-реку, и, соответственно, нам предстоит выяснить, насколько этот слив законен, и помимо этого выяснить, откуда он идет, потому что в обозримых просторах непонятно, откуда может происходить слив. В рамках расследования, в ходе которого мы пытаемся выяснить происхождение вот этих стоков, мы обратили внимание, что здесь вот на протяжении всего поля находятся колодцы один за другим. И как раз под этими колодцами, видимо, и проходит та самая наша труба, из которой вытекают вот эти вот грязные стоки. Если посмотреть, действительно, вот здесь вот достаточно бурным ручьем течет вода, которая выливается в Москву-реку, и сейчас мы прям пойдем по вот этим люкам, чтобы понять источник происхождения этих стоков, кто этот, по нашему мнению, злостный нарушитель, кто позволяет себе такого качества стоки сбрасывать в Москву-реку, и какое за это наказание он в итоге должен понести. Ну что ж, вот мы прошли все поле, нашли последний объект, это очередной колодец, где вот этой бурной речкой текут вот эти вот вонючие стоки. Следующее здание, которое идет фактически по течению вот этой воды, это очистные сооружения местные. Сейчас мы туда зайдем, постараемся пообщаться с администрацией и понять, справляются ли очистные с нагрузкой, и почему вот эти вот стоки такого ненадлежащего качества сбрасываются в Москву-реку. Мы сейчас стоим прямо над трубой, которая ведет к колодцам, и у меня за спиной располагается, ну, видимо, отстойник, так как запах здесь невыносимый. Помимо этого присутствуют некоторые установки, ну, судя по всему, необходимые для того, чтобы качать воду, потому что единственное, что это может быть, это насос, соответственно, рядышком проходит труба, которая ведет прямо с очистительных и доходит в этот отстойник. Мы прекрасно видим, как великолепно здесь растет камыш, как великолепно растут растения вокруг, то есть удобрения великолепные, но, соответственно, я думаю, надо сказать, что, видя все это, возникает вопрос, почему все это располагается не внутри очистных. Здрасте, а руководство дайте, пожалуйста, объявление, люди и юболисты. Руководство, руководство позовите. Не надо здесь ходить. Мы обследуем территорию. Не надо. Вот приедет начальник и обследуйте, что хотите. А почему вы не пускаете? Вы что, скрываете? Я ничего не скрываю. А в чем проблема? Не надо ходить. Приедет начальник и ходите, ради бога, с ним. Куда хотите. Нет, а вы что-то боитесь? Я не боюсь, потому что здесь уже мне не надо. А вы нам ответите на вопросы? Нет, я не отвечал на вопросы. будем где периметр будет у вас документ соответствует пожалуйста и жатель так не начальник сказали что он не на утренник не вы нам вас приезжай нам просто расскажите раз выезжает когда проверка у нас вадил у них подписание мнение у нас они плановые полнасу не плановая у нас планово нет смысла проводить потому что у нас именно задачи внеплановая давайте выйдем сюда и поговорим да вы расскажите нам как идет процесс очистки а вы можете нам дать съемку сделать небольшую хотя бы вас вдвоем пустить мы здесь все станет меня не скрывает я понимаете ну вы же знаете вот над вами есть начальство 2 у нас такой порядок предписание предписанием приезжают занимается всеми делами приезжает начальник с вышестоящим с предписанием никаких проблем никаких проблем но хорошо но в частном порядке расскажите на частном порядке отпускайте камеру давайте рассказывать на внутреннюю территорию нас не пустили поэтому проводим подсъемку снаружи но не пустили нас по вполне объективной причине как они утверждают сюда сбрасываются отходы связанные с объектами минобороны осталось естественно выяснить правда это или нет потому что никаких опознавательных знаков говорящих о соответствующих до моментах не присутствует кому это интересно что это отчисли сооружение военной то есть они обслуживают военная структура гражданские не обслуживают поселки хорошо с чем связано что стоки не очищены сбрасываются в москву реку это какие-то force major это внеплановый очищенные стоки очищены все проходят стадии очистки но почему по факту они сбрасываются визуально может быть визуальный запах и символ и цветные и а синизаторские машины они тоже с поселка забирают получается также мы столкнулись с тем что почему-то когда пытались заехать на территорию и провести съемку одна из таких машин развернулась и увидев камеру ретировав 6 место вот ну и на все остальные предложения как бы и доводы руководство тем не менее не захотела с нами сотрудничать и попросила удалиться с территории поэтому вот эту съемку мы вынуждены вести сейчас вот таким вот образом за территории находящийся недосептик заброда что это не на площадке них вот так на колодке на пуску его происходит на почему идет нарушение технических норм то есть техника безопасности там оставляет жар душево вода возвращается в обратный баратент а ила седает но я понимаю но там насос правильно внутри какой стоит на кто догадался насос подключать бытовым удлинителем под открытым небом ну каком ящике они натянуты они натянуты просто по воздуху и розетка лежит прямо на плаву не руководитель некто вячеслав заверял что у них все нормы предусмотрены что все в порядке хотя мы видим что здание довольно я ветхая 80-го года постройки есть соответственно также нарушения мы ранее это видели тем не менее мы надеемся что это будет иметь логическое завершение и мы выведем их все-таки на чистую воду оставайтесь с нами это и карет